Омар Ромай Омар Ромай Alfredo Iglesias Noemi Morelli Y другие Cuando tengo ganas de pensar en Dios Mis labios pronuncian la palabra amor Vamos descubriendo un mundo Despertando un sentimiento Una luz, una esperanza Un sueño más В фильме также снималась Верхиния Элаго Художник-постановщик Рубен Греко Музыка Sergio Villara y Marcelo Alvarez Más allá del horizonte Una luz, una esperanza Un tiempo de amar Cuando tengo ganas de pensar en Dios Y el universo que hay en mi interior Registro Jorge Montero Cátriel Cátriel, сын мой No! No! athletes Cátriel! 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 Cátriel diezme, perdón! Par Проходил мужчина, такой высокий, молодой. Он слепой. Слепой? Конечно, я его хорошо помню. Он был здесь. Только что. Вы знаете, он спасся чудом, поверьте мне. Что с ним случилось? Ничего особенного. Не пугайтесь. Маленькая ссора, как бывает часто. Кто-то не знает меру, и когда выпил, начинает драться. Его не ранили? Он в порядке? Да, да, конечно, он в полном порядке. Спасибо хорошему молодому человеку. Он поспел вовремя. Все эти пьянчуги дали дёру. И, слава богу, всё закончилось хорошо. А он? Он ничего. Вскоре тоже ушёл. Они ушли вместе. Да, слепой и его спаситель. Но до этого... Ну, они выпили достаточно много. Они поговорили, и потом уже вышли. Не беспокойтесь, сеньорита. Был бы ясно, что они старые друзья, которые встретились после долгой разлуки. Спасибо. Не беспокойтесь. Мы скоро будем на месте. Какой это будет сюрприз для всех. Августо, я не знаю, как вас благодарить за то, что вы делаете. У вас будет возможность меня поблагодарить, Катриэль. Сейчас не время. До свидания. До свидания. Если я не ошибаюсь, мы не очень далеко от порта. Нет, недалеко, правильно, Августа. А сейчас мы въезжаем в порт. А как мы найдем это место? Все очень просто. Есть вывеска, клевер. Это просто. Сюда, на работу каждый день, приходит ваш друг Пауло. Будьте внимательны. Когда увидите вывеску, предупредите меня. Я буду следить очень внимательно. Не пропущу ни одной вывески. Наконец, Милагрос. Я уже стала беспокоиться. Ты нашла его? Я пришла слишком поздно. Августа уже не было. Что же делать? Не беспокойтесь, Маргарита. Я разговаривала с хозяином трактира. Он сказал, что с ним ничего плохого не произошло. Августа встретил друга. Они поговорили, выпили. И ушли вместе из трактира. Наверное, они давно не виделись. Пауло прав. Не стоит волноваться. У Августа должна быть своя жизнь. Дорогая, все будет хорошо. Увидишь. Здесь нет ни души, Августа. Это какое-то заброшенное место. Не понимаю. Может быть, мы находимся в другом месте? Это странно, потому что на вывеске было написано «Клевер». Пауло! Пауло! Гуси! Пауло! Прощай. Готовься к смерти, друг. Катриэль! Катриэль! Проклятие! Катриэль, ты меня слышишь? В другой раз я тебя прикончу, как собаку. Это это ничтожество. Доброе утро. Доброе утро. А вот и горячий кофе. Пауло. Пауло. О чём ты думал? Я думал о том человеке. Он несколько раз спрашивал обо мне. Это, наверное, твой друг, который недавно вернулся на родину. И, очевидно, полон идей после революционных событий. Несомненно. И если он хочет встретиться с тобой, он тебя найдёт. Луисия! Здравствуйте, мои дорогие! Какой сюрприз? Как дела, Луисия? Добрый день, Пауло. Добрый день, сеньори ты. Какими судьбами? Мы были у тебя дома. Там мы тебя не застали и решили, что ты здесь. Простите, но что-нибудь случилось? Это мы и хотели бы знать, что происходит. Объясните, в конце концов. Мы видели твою тётю? Она в городе. Виктория? Санта-Мария? Именно мы с ней встретились в церкви. Неужели? И посмотри, кого мы видим. Это вы тут делаете? Нет. Ничего. Ничего. Ничего? Как так? У такой красивой сеньоры здесь дело? Да, действительно дело. Я вам объясню. Я ищу молодого мужчину. Прекрасная сеньора. Если то, что вам нужно, это только мужчина, уверяю вас, что у нас всё в порядке. И мы будем очень рады удовлетворить вас. Мы в вашем распоряжении. Я давно не обнимал женщин. Не смейте трогать меня. Не горячите, сеньора. Всё будет хорошо. Не двигайтесь, иначе я вас изродую, проклятые. Ха-ха-ха-ха. Видишь, дружище, какую боевую сеньорому нашли? Ха-ха-ха. Не могу поверить. Нет. Это мне сказали мои подруги. Они видели её лично. Теперь понимаю, почему эти две женщины приходили сюда. Не важно. Мы должны найти Викторию. Они её видели в церкви. Но я не думаю, что она ещё там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это кто? Похоже, спит, а может быть, пьяный. По запаху, друг мой, я бы сказал, что он хорошо надрался. И тяжёлый, как осёл. Сколько в нём спирта. Обни его водой, он сразу проснётся. Нет, друг. Моя идея лучше. Этот бродяга заслуживает хорошего урока. Да? А что ты задумал? Будет драйв палубу, когда будем в море. Ха-ха-ха. Правильно. Ты прав. Нам нужен юнга. Плавать будем долго. Ты просто прелесть, моя малышка. Мануэлла, ты здесь. Катриэль ещё не вернулся? Нет. И я начинаю беспокоиться. Я не думаю, что нужно так много времени, чтобы расклеить объявление. Не волнуйся. Катриэль задерживается по другим причинам. Встретил кого-нибудь? Ты же знаешь, как бывает в таких случаях. Начинаешь вспоминать прошлое и забываешь о времени. Может быть. Но мне было бы спокойнее, если бы мы пошли его искать. Пару месяцев каторжной работы, и ты будешь как новенький друг мой. Правильно. Ему будет полезна прогулка в Северную Америку. Подожди-ка. На Эдварде Втором мы тебя научим всему тому, что должен знать хороший моряк. Он не реагирует. Наш друг полумёртвый? Лучше его спрятать где-нибудь в трюме. Когда проснётся, мы уже будем далеко в море. Ну, давай, вперёд. Вперёд. Добрый вечер. Чем могу быть полезен, сеньора? Да. Сегодня какое-нибудь судно отплывает в Северную Америку. Да, сеньора. Эдвард Второй. Через два часа. Но я вам не советую плыть на нём. Мне безразлично. Я уверяю вас. Если есть свободные места, я хочу купить билет. Хорошо, но надо сразу оплачивать билет. У меня нет с собой денег. Тогда я не могу. Я вам принесу деньги, не беспокойтесь. Сохраните для меня место, пожалуйста. Я обязательно должна отправиться на нём. Да, но спешите. Времени осталось очень мало. Да, да. Я иду, спасибо. Я больше не могу. Мы не можем сидеть и ждать. Не волнуйся, Милагрос. Ну, не могла же Виктория просто так исчезнуть. Но, к сожалению, её нет нигде. Я везде искал. Она исчезла. Боже мой, Виктория. Августа. Августа, если бы ты знал, что произошло. Успокойся, что произошло. Виктория в городе. Как? Вот так, Августа. Она вернулась в Санта-Марию. Мы должны её найти, понимаешь? Её видели в церкви. Но теперь мы не знаем, где она находится. Нам не будет покоя. Только приехали, и уже начались сложности. Нам не следовало приезжать, Августа. Может быть, ты и права, Милагрос. Но успокойся. Дай мне подумать. Я тебе советую спать как можно больше. Потому что, когда ты проснёшься, тебя ждёт увлекательное путешествие. Друзья, внимание. Катриэль ушёл сегодня рано утром и ещё не вернулся. Кто его видел? Никто. Я знаю столько, сколько ты. Он пошёл по поводу объявлений. Нет, нет. Уже прошло много времени. Не могу понять. Катриэль всегда был ответственным человеком. Пойдёмте его искать. Да, пойдём. Хорошо. Паула, я пойду с тобой. Нет, не надо спешить. Давайте сначала подумаем. Бесполезно искать, не зная, где она. Вы правы. Но идея Паула мне кажется разумной. Виктория может быть в доме Камилы. Лучше всего нам разбиться и искать её в разных местах города. Я пойду в церковь. Виктория может туда вернуться. Хорошо. Мы с Лусией пойдём к дому Камилы. А ты, Милагрос? Я пойду в полицию заявлять. Милагрос, зачем привлекать полицию? Дела семейные. Они могут нам помочь? Пошли. Я тебя провожу. Нет, Августа. Оставайся дома. Я пойду с тобой, Милагрос. И, пожалуйста, перестань обращаться со мной, как с существом никому не нужным. Милагрос. 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 Вижу, что ты проснулся. Ты уже, наверное, подумал, как бы убежать. Нет, мой дорогой, нет. Я сейчас как следует тебя завяжу. Мне кажется, что ты крепкий парень. Ты нам очень пригодишься на том проклятом судне. Ты понял? Не двигайся. Я сказал, не двигайся. Есть кто-нибудь? Не может быть. В доме есть кто-нибудь? Кто вы? Ой, господи! Нет! Где все остальные? Где все остальные? Отвечай! Пожалуйста, только не делайте мне больно. Я тебе ничего не сделаю. Я тебя спрашиваю, где все? Не знаю. Они куда-то пошли. О, боже мой. Мне будет нужна твоя помощь. Ты должен мне помочь, ты понял? Не бейте меня, прошу вас. Музыка. 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 Ну, открывайся же! Проклятие! КОНЕЦ Не убивайте меня! Что ты кричишь? Я умоляю вас! Ну, молчи немного! Нет, нет! Перестань, не кричи, не кричи же! Не убивайте меня, прошу вас! Пообещай мне, скажи Милагрос, чтобы она шла в порт. Мне нужна её помощь, не забудь! Не убивайте меня! Ты хорошо понял то, что я тебе сказала? Она должна пойти в порт. Запомни это, пожалуйста, не забудь это сказать, Милагрос. Отпустите меня! Что я вам сделал? Отпустите меня, проклятые! Ну как? Есть новости? Никто ничего не знает. Как сквозь землю провалился. Боже мой! Боже мой! Надо надеяться, Мануэл. Будем продолжать поиски. Да. Скоро снова пойдём, как только стемнеет. Уверен, что Катерель празднует встречу со своими друзьями. Дай Бог, чтобы это было так. Пусть Бог вас услышит. Хорошо. Я записал все данные. Теперь этим делом будут заниматься. Это очень важно, сеньор. Моя тётя в последнее время была не очень здорова. Ты уже это говорила, Милагрос. Теперь надо ждать. Она высокого роста. У неё волосы каштанового цвета. Большие глаза. Да, да, сеньорита. Хорошо. Вы мне уже всё это сказали. Этого достаточно. Я вас уверяю. Будьте спокойны. Позвольте нам заниматься нашей работой. Хорошо. Не будем вам мешать. Помогите нам, пожалуйста. Значит, сюда она больше не возвращалась. Нет, сеньора. В тот вечер, когда вы все пошли в цирк, а потом поехали в имение сюда, вдруг явилась сеньора. Да, а потом она решила тоже поехать в имение. Да. Она очень нервничала. Искала сеньору Камилу. Я попыталась ей объяснить, но она даже не стала меня слушать. Выскочила в дверь в поисках дочери и больше не возвращалась. Где же она тогда? Ваш билет, доброго пути. Вы сохранили одно место для меня? Мне не пришлось этого делать. Мало кто решается на такое путешествие до Северной Америки, на грузовом судне. Вот деньги. Спасибо. Но этого мало, сеньора. Что значит мало? Мне очень жаль, но... Пожалуйста, сеньора, я вас умоляю, мне надо обязательно быть на этом судне. Что же вы хотите, чтобы я вам оплатил билет? Следующий, пожалуйста. Подождите. Подождите минутку. Прошу вас. Возьмите. Теперь достаточно? Теперь достаточно, сеньора. Тогда дайте же мне билет. Выпустите меня отсюда. Наконец ты проснулся, старый пьяница. Я уверен, что ты голоден. Вот еда. Я не пьяный, ясно? Это какая-то ошибка. Развяжите меня и выпустите. И не надейся. Будешь здесь сидеть связанным, пока не выйдем в открытое море. В открытое море? Так точно. Мы не первый раз вербуем таким образом, как тебя. Знай, трудно найти кого-нибудь, чтобы он согласился работать. Развяжи меня, мерзавец. Не горячись, друг мой. Тебя ждет долгое путешествие. Но когда мы прибудем на место, ты первый не пожалеешь, что поехал с нами. Северная Америка – красивая земля. Очаровательная страна. А сколько прекрасных женщин. Милагрос. Маленький мой. Хуансита, почему ты плачешь? Та женщина приходила сюда, домой. Женщина? Какая женщина? Та, которая хотела взять крест. Она была здесь. Виктория приходила сюда? Да, она вошла в кабинет, украла все деньги и взяла револьвер. Проклятая женщина. Милагрос. Хуансита, что она тебе сказала? Она сказала, куда она пошла? Да, она сказала, что она будет ждать тебя в порту. Я не знаю, мне было очень страшно. В порту? Да. Она так сказала, ты уверен? Что случилось? Там все вверх дном. Она взяла револьвер, деньги. Ей что-то было нужно. Пойду ее искать. Милагрос, нет. Эта женщина опасна. Она моя тетя. И ей нужна помощь. Помощь? Ты говоришь о помощи, а она тебе создает всегда только кучу проблем. Нет, Милагрос, нет. Я не собираюсь спорить с тобой, Августа. Я должна идти. Я тебе сказал, нет. Я твой будущий муж. И я запрещаю тебе иметь дело с этой женщиной, цель которой тебя уничтожат. Хватит. Отпусти меня, ты мне делаешь больно, Августа. Прости меня. Я это говорю для твоего же блага. Ты ничего не добьешься, даже если будешь искать эту женщину. Где она сейчас? Не знаю, но я хочу ее найти. Я должна это сделать ради моей мамы. Хорошо. Но я пойду с тобой, Милагрос. Нет. На этот раз нет, Августа. Пожалуйста, нельзя оставлять одного Хуансита. Он очень испуган. Нет, Милагрос, это предлог. Я прошу тебя. Так и быть. Я тебя тоже прошу. Я буду осторожна. Вы скучали без нас? Вы здесь? Если вы еще ищете мужчину, прекрасные сеньора, можете рассчитывать на двух матросов здесь на борту. Не подходите ко мне. Вы должны знать, что во время плавания у нас, моряков, нет женщин, чтобы развлечься. Но, к счастью, теперь есть вы. Это настоящий сюрприз. Мы теперь приятно проведем время. Оставьте меня в покое. Я дорожу вашему капитану о вашем поведении. Капитан примет вас с распрощертыми объятиями. Все позади, Хуансита. Не бойся. Больше никто не придет и не обидит тебя, мой любимый, бедный мальчик. Нет новостей, матушка? Виктория приходила сюда. Она приходила в этот дом? Да. Хуансита был дома один. Она сломала замок шкафчика в кабинете, взяла все деньги и убежала. Боже мой. Она, наверное, совсем потеряла разум. Я вам приготовлю отвар из трав. Спасибо. А Милагрос и Августа? Милагрос пошла ее искать. Когда я сюда пришла, Августа был здесь, но не сказав ни слова, тоже ушел. Но, мама, куда пошла Милагрос? В порт. Она сказала, что Виктория ждет ее там. Извините, сеньор. Вы не видели объявления? Касса закрыта, сеньорита. Вы правы, но это очень важно. Речь идет о жизни одной женщины. Женщина? Да. Ее зовут Виктория. Высокая, с черными глазами и с темными волосами. Да-да, Виктория. Если я не ошибаюсь, речь идет именно о ней. Да, она была очень взволнована и хотела попасть на судно во что бы то ни стало. Попасть на судно? Да, на Эдуарда Второго. Но у нее не было денег. Потом она их раздобыла и даже оставила мне старинные часы. Значит, сеньора уже на судне? Да, конечно. Я вас прошу, сеньора, я должна обязательно попасть на судно. Конечно, если вы мне разрешите. Но это очень важно. Мне надо с ней переговорить. К сожалению, сеньорита, это невозможно. Судно уже отчалило от берега. Оно направляется в Северную Америку. Я должен освободиться. Должен освободиться. Оставьте меня. Не трогайте меня, проклятые гадины. Будьте осторожны со словами, сеньора. Оставьте меня. Мы же вас не обижали. Конечно, если вы не желаете, чтобы мы сейчас начали... Оставьте меня на помощь. Помогите мне, пожалуйста, помогите. Оставьте меня. На русский язык фильм озвучивали. Сериал озвучен студией Наследия по заказу общественного российского телевидения. Сэр. Оставьте меня. Сэр. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok